Доброго дня! Вот я вчера вечером где-то в 5 часов поставила свою печку обжигаться. Нет, не вчера, позавчера. И только сегодня она, короче, остыла с утра, сейчас время где-то 11. Вот, и мы сейчас будем открывать её и смотреть, что получилось. Поехали. Так, да, забыла сказать, раньше её открывать нельзя, потому что, как бы, керамика горячая, она может влокнуть. Тру-ру-ту-ду! Оу, магия! Это то, что не видели никто ещё. Вы вместе со мной первой смотрите. Это от работы моей ученицы. Она была поставлена на коррекцию. У меня тут были проблемы некоторые с глазурькой. Но я сделала заплаточки с глазурью другого цвета. И вот так вот это теперь выглядит. В принципе, пользоваться этим вполне себе можно, я думаю. Даже мне как-то немножко нравится эффект, который получили такой. Любопытный растёк, расплав. Буду знать теперь, что эти глазури так между собой реагируют. Ну, хорошо, такая глазастая кружечка. Это будет комплект. Кружечку отставляем, едем дальше. Это работа Маши Чернушкина. И вот такой вот кошак. Слепленный, раскрашенный собственноручно. Из него можно будет пить, есть и пользоваться всячески. Маша тоже ещё не видела. Так что, мне кажется, получилось довольно мило. Да? Да? Да, кот? Говорит, да, вот так мило получилось. Дай пожрать. Дай пожрать. Тебе нравится киса? Да, и так нравится мне ваша киса. Ладно, едем дальше. Это работа моей мамы, которую она сделала на мастер-классе по керамике. Я тут разные глазури использовала. Типа синяя-голубая. Получилось довольно-таки нежно, нейтрально. В теории это должна быть солонка. Мне, в принципе, нравится. Правда, я думала, что более яркий эффект будет, ну, как бы, проявляться вот от этих крапушек. Но, в принципе, такая вот работа стандартная довольно. Ладно, едем дальше. Это у меня обожжённая кружка. Мне тут немножко большевата она для этой ручки. Ручка сильно ажурная для такой массы. Есть некоторые трещинки вот здесь вот. Наверное, при сошке дала или при обжиге. В принципе, у меня был эксперимент по налеплению вот этих вот розочек на изделие. Как бы жить будет. Ладно, едем дальше. Нижний слой. Тарарат-дам. Так, плетчатку убирать. О, какая красота! Вы посмотрите! Я расписала англобами эту штуку. Она стала такая яркая. Она была почти что нейтрального цвета. А ещё цвет улучшится, когда я покрою. Ну, тарелка с росписью. Сзади она вот так вот с листьями. Наверное, тоже будет роспись глазурью. Короче, первая тарелка в моей жизни гончарная. Тоже ничего. Прикольно. Так. А это, ну, бисквит. Тоже работа учениц. Девочка делала лет, наверное, шесть ей. Это делала девочка постарше лет десять. Такую кружку. Они все без глазури, поэтому непонятно что. Но это вот англобная работа моя. Пружечка из красной глины. Маленькая, но удаленькая. Это магнолий на ней. Такое крохотулечко получилось. Всё равно керамика ощущается совсем по-другому. Как она была сделана и как она сейчас выглядит. Вот это вполне себе удобное, функциональное. Такого перевеса нет, как у той большой кружки. Ладно. Работаем дальше. Вынимаем. Это вот ещё одна кружка моей работы. Ещё недоделанная. Тут вот японский рисунок. Такой симпатичный довольно-таки. Техника с графита. Сейчас проверим по эргономике. Возьмём в ручку. Тоже довольно-таки удобная штука. На каждый день. Вот. Ну и последняя яркая фигня. Фигня. Пробники. Вот крышки. Вот такой кисюня. Это моей работой кисюня. Обожаю всех этих цветных чудаков. До этого он не был такой клевый. Но теперь вы только посмотрите на эту кису. Тру-тру. Это будет подставка для свечки. Внутри отверстие. Ну, делал её очень быстро, очень легко. А вот такой. Вот такой зверюшка получился. Мне нравится. В самом деле. Очень вполне в моём стиле. Думаю, тот чай, которому я подарю, будет доволен. Ну и тут всякое разное ещё лежит. Ну вот, вскрытие печи произвели успешно. А вот ещё, кстати, поверим. Я сделала такую вот крышку для чашки. Вернее, для сахарницы, у которой чайника, у которой крышка отбита. Вот. Будем пробовать, мерить, как она туда подойдёт. Вот ещё один плюс из-за того, чтобы быть керамистом. Догон. Ведь давай привет. Рады, что вы были на вскрытии моей печки вместе с нами. Со всеми. Подписывайтесь на канал, если вам это было интересно. Пишите комментарии. Мы будем снимать новые видео. Да? Догон. Пока-пока. Редактор субтитров. Корректор субтитров. Корректор субтитров. Корректор субтитров. Продолжение следует...